МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это Вести Хакасия. В студии Татьяна Донцова. Здравствуйте. И в этом выпуске вы увидите. Преображение малых сел. Жители деревень почувствуют перемены уже этим летом. Оперативная корректировка сценария. Спасателям во время учений пришлось тушить реальный пожар. Еще одна награда в копилке нашей телекомпании. Наркоконтроль наградил журналистов за сотрудничество. В выходные в Хакасии ожидаются достаточно высокие температуры. Выше плюс 10 градусов. В МЧС предупреждают, что это может спровоцировать обильное таяние снега и льда на малых реках. А значит, неизбежны подтопления низменных участков. Первыми прохождение теплого фронта встретят жители Абазы. Синоптики прогнозируют это в ночь в субботу на воскресенье. К тому же в воскресенье на юге республики ожидается дождь. Власти готовятся к большой воде, но пока ситуация в городе стабильная. В принципе, обстановка на территории города удовлетворительная. Погодные условия этому способствуют. В принципе, и холодно в городе. На ближайшие два дня изменения температурного не ожидается. Но, тем не менее, силы и средства все сегодня есть в городе для того, чтобы отрабатывать вредника и все нестандартные ситуации. Но будем надеяться, что ничего не понадобится. Тем не менее, в лужах вода появляется, образуется, откачиваем. То есть люди сегодня работают. За содержание крупного рогатого скота жители малых сел Хакасии будут получать компенсацию. Она составит 500 рублей в месяц за одну корову. Выплаты начнутся с июля текущего года. Цифры назвал сегодня глава республики. Виктор Зимин встретился с министрами образования и труда и соцразвития Хакасии. Галина Салата и Наталья Карамашева доложили об итогах поездок по малым поселениям, которые курируют их министерство. Напомним, в рамках республиканского проекта в ближайшие два года перемены, причем кардинальные, должны почувствовать жители 76 малых сел с населением до 100 человек. Анализ ситуации, который уже проведен на сегодняшний день, показывает, что проблемы у всех деревень практически одни и те же. Нужны дороги, освещение, благоустройство. Некоторые будут решены уже в ближайшие месяцы. Так, в Алих из Илсалда Алтайского района уже в этом году сделают дорогу и крытую остановку. Стоимость работ более полутора миллионов рублей. Всего же на текущий год запланировано 50 миллионов. Но Виктор Зимин уточнил, что при необходимости цифра может быть увеличена. Я считаю, что это вина всего общества, что мы забыли про поселки. У нас даже если в городе на градус, на два упала температура, вся власть стоит рядом в квартирах, да? Да, совершенно верно. А там ребенок просыпается в холодной избе, в школу бежит с холодной. Когда там успели ему натопить печку в этом старом доме, 500 полкилометра еще до дороги добежит, никто его не сопровождает. Как он день в этой школе находится, тоже родители не видят. Потому что многие просто не знают этих проблем, потому что не знают, что вообще понятия. Извините, туалета, водопровода. В многих деревнях с ключей берут воду. Да, вроде с родника звучит как красиво. Ну, заставь нашего городского жителя с родника в родник ходить. Даже в самый чистый. Сразу два автомобиля пришлось сегодня тушить пожарным. Один в рамках учений был зажжен специально. Зато второй показал, как в реальной жизни огнеборцы работают при чрезвычайных ситуациях. УАЗ-пикап, принадлежащий компании МТС, загорелся, когда бригада делала дежурный объезд. По словам очевидцев, водитель зашел в магазин. В салоне находились трое работников компании. Возгорание произошло в кузове. Машина вспыхнула. Люди едва успели выскочить из автомобиля и выхватить емкости с горючим, чтобы не допустить взрыва. Жертв и пострадавших нет. Открытый огонь пожарные быстро потушили. Во время учений, которые прошли в Черногорске, результат тоже был неплохим. Пять команд демонстрировали свои навыки в ликвидации последствий ДТП. Пожарным расчетам из Абакана, Черногорска, Сайногорска, Усть-Абакана и Беловаяра предстояло в кратчайшие сроки определить угрозу для жизни, извлечь пострадавших и оказать первую медицинскую помощь. Ситуация в последние дни показала, что неблагоприятные метеоусловия создают на дорогах большие проблемы. Проблемы гололед, занос дорог снегом, вследствие чего происходит большое количество дорожно-транспортных происшествий. И вот те навыки, которые отрабатываются здесь пожарными непосредственно, в практической части, они применяются и в реальной жизни. Первое место сегодня у хозяев соревнований. Команда из Черногорска будет представлять пожарных Хакасии на соревнованиях по Сибирскому федеральному округу. Они пройдут в апреле. Одной из главных тем уходящей недели в Верховном Совете Хакасии стали коммунальные тарифы. Народные избранники бездействовать не намерены. Первые шаги уже сделаны. Какие, расскажет Ольга Стельмах в нашей еженедельной пятничной рубрике «Парламентский дневник». Депутаты Верховного Совета, входящие во фракцию «Единая Россия», вмешались в коммунальный скандал и добились прокурорской проверки деятельности управляющих компаний. На этой неделе парламентарии побывали, пожалуй, в самом проблемном на сегодняшний день городе Сайнагорске. Именно с города Металургов больше всего поступило жалоб в Верховный Совет. Люди писали, коммунальщики грабят население, выставляя огромные счета за квартиры. Заместители председателя Сергей Комаров и Светлана Могилина, а также председатель комитета по экономической политике Геннадий Цыпышев встретились с управляющими компаниями и местными властями. Разговор вышел напряженным. Все обвинения коммунальщики отрицают, мол, начисления законные люди сами решили отдавать за жилищные услуги в три раза больше. А абсурдную ситуацию доказывают договорами с собственниками квартир. Депутаты, в свою очередь, настаивают, документы законной силы не имеют, ведь заключались они в разрез с жилищным кодексом. В квартире может проживать и расписаться человек, который имеет только один процент этой квартиры. А на самом деле в собрании будет значиться номер 43 под бессилером, а он там процент этой квартиры имеет. Напомним, Сайнагорск практически единственный в Хакасии, где повышение тарифов не должно было произойти. Однако две управляющих компании, жилищный трест и ЖО2 повысили кварплату. Причем откуда взялась впечатляющая сумма, жителям даже объяснять не стали. Мы не можем понять, за что платим. Открываем платежку, она не соответствует федеральному стандарту. Форма не соответствует, а значит и информация, которая содержится в ней. Депутаты-единороссы встретились и с населением Сайнагорска. Поддержали идею создать общественный совет, который бы следил за деятельностью управляющих компаний. Тем более повод есть. Рабочие группы выявлены грубейшие нарушения управляющими компаниями «Жилищный трест» города Сайнагорска и ЖО2, незаконных платежей за жилищные услуги. Нарушения жилищного законодательства парламентарии изложили письменно и в виде депутатского запроса обратились в прокуратуру с требованием проверить документы управляющих компаний и отменить платежи в тех домах, где договоры составлены неверно. Кроме того, обеспечить перерасчеты за последние три месяца и впредь обязать коммунальщиков подробно отчитываться по всем выставленным суммам. В противном случае в ситуацию вмешается прокуратура республики. Мы пришли окончательно к выводу, что именно прокурорская проверка и дача конкретной оценки деятельности жилищных управляющих компаний приведет либо к принятию конкретному решению о возбуждении уголовного дела и наведения соответствующего порядка. Мы будем следить за событиями в Сайнагорске. О результатах проверки управляющих компаний расскажем в следующих выпусках программы. Борьба за хрустальный барс началась. В этом году конкурс среди парламентских журналистов стартовал намного раньше. В очередной раз депутаты определяют акул пера – мастеров в одних из самых сложных направлений журналистики. Лауреаты – те, кто просто и понятно рассказывает жителям Хакасии о сложных вещах в политике и процессе законотворчества. Одно из новшеств 2013 года – стать победителем будет труднее. Количество номинаций мы сократили, сконцентрируя внимание на определенное направление. Какие направления? Это СМИ как таковые в целом республиканские, имею в виду и газеты, и телевидение, и радио, и электронные версии СМИ, которые есть у нас в районах. Мы про них не должны забывать, поскольку это тоже очень важно. Значит, персональные какие-то премии и гран-при как таковое тут самое важное. Я надеюсь, что в этом конкурсе поучаствуют очень многие представители СМИ, но победят только лучше. На этом у нас все за новостями республиканского парламента. Также можно следить и в Твиттере. Официальный аккаунт Верховного Совета находится по адресу, который сейчас вы видите на экране. Такой была неделя в Республике. Всего доброго. Хакасский Новый год отметили сегодня в селе Оршаново Алтайского района. Программа для этого праздника традиционно насыщенная. Национальные блюда, обряды и всенародное веселье. В народных гуляниях принял участие Константин Кравцов. Местные мальчишки, схватив игрушечные мечи, спешат примерить образы силачей батыров. По соседству женщины готовят национальный суп и деликатес – хан. А вот шаман кормит духов, чтобы урожай был богатым у сельчан и беды обходили стороной. В Оршаново – челпазы, если дословно – голова года. Мы всякий раз говорим, да, сохранить традиции, а как их сохранить традиции? Это значит привлекать молодежь, рассказывать, чтобы она обязательно принимала участие вместе, будем говорить, со всеми участниками. Конечно, гораздо круче здесь с друзьями сидеть. Чем где? Ну, чем дома за компьютером играть. Приятно, что здесь районы такие мероприятия проводят. К слову, в Оршаново-Челпазы районного масштаба отмечается второй год подряд, поэтому к нему внимание властей сегодня особое. Впрочем, средства на праздник выделил частник – разрез Оршановский. Предприятия еще как такового нет, но это не мешает уже сейчас реализовывать и другие общественные проекты. В общем, угольщики дают понять их ставка на молодежь, при этом не забывают о старшем поколении. Но впереди по-настоящему амбициозные планы по развитию всего Алтайского района. Константин Кравцов, Антон Михайлов, Вести, Хакасия. Награждение журналистов прошло сегодня в Управлении наркоконтроля республики. В этом году ведомству исполняется 10 лет. К юбилею и приурочили встречу с представителями местных средств массовой информации. Среди награжденных в том числе и корреспонденты нашей телерадиокомпании. Благодарственное письмо получил журналистский коллектив ГТРК Хакасия за сотрудничество в профилактике наркомании. А продюсер нашего канала Лариса Курченко удостойна ведомственного нагрудного знака за создание фильмов о работниках управления и серии роликов социальной рекламы профилактической направленности. И отрадно видеть, что за эти годы журналистское сообщество очень так плодотворно и фундаментально подошло к освещению деятельности не только наших территориальных органов, но и освещение самой проблемы, против которой мы боремся. Это проблема распространения наркомании. До встречи в эфире.